Распространение опасного вируса отразится на экономике Китая. Она затормозится. Возможно, будет более серьезный, чем ожидалось, спад китайской экономики. И, соответственно, Китай, как один из крупнейших потребителей нефти и энергетического сырья, будет потреблять еще меньше этого сырья. Соответственно, упадет спрос на нефть. И в ожидании этого или в опасении этого цены на нефть сейчас снижаются быстрее, чем они могли бы снижаться без китайской эпидемии. Экономика Китая начинает снижать темпы потребления нефти из-за распространения коронавируса. С учетом довольно шаткого баланса на нефтяном рынке это снижение может привести к его разбалансировке. Китай несет достаточно большие издержки, связанные с непосредственно борьбой с последствиями вируса. Но самое главное, что Китай вынужден перекрывать крупные районы, вводить карантины. Соответственно, снижается возможность по перемещению людей внутри страны. Это будет отражаться на работе многих предприятий и, соответственно, затормаживать экономику. И если эпидемия затянется, она может существенно повлиять на сопредельные страны, что будет достаточно серьезной проблемой для глобальной экономики. Лилия Баталова, Универньюс.